Трюком уличного фокусника назвали британские СМИ инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко. Информация о смерти корреспондента появилась во вторник. Бабченко якобы убили выстрелами в спину в подъезде его дома. Официальные представители правоохранительных органов раздавали интервью. Коллеги журналисты выражали соболезнования супруги погибшего. СМИ писали некрологи. Но накануне вечером Аркадий Бабченко неожиданно воскрес. А служба безопасности Украины заявила о спецоперации. В спецслужбы задержали предполагаемого организатора. Им оказался гражданин Украины некий Г, якобы завербованный Россией. Он нанял знакомого ветерана за 30 тысяч долларов. Наталья Райм расскажет подробнее. Во вторник умер, в среду воскрес. Инсценировка смерти Аркадия Бабченко вызвала у общественности неоднозначную реакцию. А служба безопасности Украины открыто заявила. Цель постановки – поймать организаторов реального покушения. Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рели носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация. По результатам, которые взят, сегодня человек взят. Бесспорно радуясь тому, что Бабченко все-таки жив, официальные лица и СМИ выражали удивление. Зачем было создавать столь масштабный фейк-ньюс? Ведь в будущем Украине просто могут перестать верить. Где гарантия, что следующее разоблачение – не очередная мистификация спецслужб? Некоторые издания откровенно писали, что Киев вчера добавил аргументации в копилку Москвы, которая постоянно обвиняет Украину в фальсификации громких уголовных дел. Репортеры без границ выражают свое глубокое возмущение после вскрытия манипуляции службы безопасности Украины, сделавшей новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительств играть с фактами и также использовать журналистов для фейковых историй. Казахстанский политолог Расул Жумалы не осуждает попытку инсценировки смерти Бабченко. Она вполне может быть оправдана, если действительно найдутся заказчики. Если сейчас СБУ свои эти утверждения в отношении сценировки подкрепит искомыми доказательствами, мне кажется, это в какой-то степени оправдает эту инсценировку. Но большинство западных экспертов в один голос заявили, что инсценировка принесет больше вреда. И вполне вероятно, что если вновь появится информация о смерти любого другого журналиста, могут не поверить.